И всем привет дорогие мои друзья, с вами Блод Линус и по-прежнему проходим Корпс Пати Боков Шэдов. Остановились как вы помните мы на том моменте, что мы нашли журнал школьный и тут передо мной явилась такая загадка, ну я просто попробовал поиграть, потому что я просто не знал куда идти дальше и подумал, стоит попробовать что-то поделать и вообще открыть вот эту дверь, которую мы тогда увидели, мы ее честно говоря, я не помню трогали мы ее или нет, и у нас там появился кодовый замок. В следствии чего же наши друзья все поговорили и сошлись к мнению к тому, что там в этом кодовом замке что-то в журнале, какой-то шифр в журнале. Мы почитали, я поначалу думал, что тут вот если смотрите открывать, вот видите 7 и 1, думал вот эти какие-то цифры там надо вводить, но все намного легче, если честно, если это правильно я думаю, все намного легче. Вот, например тут, я сейчас все объясняю, тут купались люди, да, и один ученик получил серьезную травму, как бы вы ни о чем не думая, да, думаете, что все нормально, как бы, и ничего на глаза сразу не бросается, но тут уже единичку мы вписываем сразу же, первая буква, то есть первая цифра, что я уже несу. А потом же опять видите 8 и 2, там надо сбить нас хотят просто с толку. Опять же тут, как минимум 4 человека заболели, что-то с ними произошло, опять же 4 мы вписываем, как я понимаю. Дальнейшие дела, как вы помните, что мы читаем 3, потом 2, это я так думаю, в принципе, я не знаю правильно это или нет, может быть я сейчас просто так рассказываю все это. Все вот эти цифры мы записываем, 3, 2, 2 и читаем самый последний. Когда я первый раз читал, я на это не обращал внимания, и опять же, сегодня мы почтим память 3 убитых детей, 3 опять же мы записываем в наш этот, и в принципе получается 6 у нас цифр. Кодовый замок 6, кстати, я уже попробовал, и сейчас в принципе попробуем. Дверь заперта в этот раз на не на ключ, похоже здесь кодовый замок с комбинацией из 6 цифр. Может быть попробовать ввести код? Первая цифра. Итак, первая цифра у нас 1. Потом идет 4, но почему-то, слушайте, 4 у нас тут нету, и сейчас у меня мнение складывается в том плане, что, возможно, я что-то неправильно подумал, да? Ладно, сейчас решим. Видите, у нас тут по-разному цифры выходят, значит нам надо все эти цифры ввести, но в разных, наверное, последствиях, ну то есть, не последствиях, а разных последовательностях. Сейчас попробуем. Короче, все, друзья, бред, я походу неправильно вообще подумал, что нам надо делать, и что я хочу сказать, я просто сейчас пролистал еще раз, но это полный бред. Я не знаю, я не знаю, я не знаю какой код, но я взял и просто посмотрел какой он, потому что я не силен в этих загадках, это тупорывы загадки, если честно. Может быть я тупорывы и хрен его знает, не знаю. Но дело в том, что в таких играх я точно уже загадками не буду возиться. Так, я просто хочу понимать сюжет, я не хочу мучаться на разгадывании каких-то, блин, головоломок. Мне это в детстве хватило и так. Так что вот какой код по-настоящему, если вы успели записать, это хорошо. Если нет, то это плохо, все. Отлично, код правильный. Мне просто интересно, что будет дальше, мне неинтересно. Я таким же способом прошел черное зеркало, вторую часть, третью. Мне было просто интересно сюжет смотреть. А, ну, а, дверь открыта. Блин, постоянно забываю, что надо вот таким вот способом заходить. Так что если кто-то напишет сейчас, что типа, а, ты не можешь проходить загадки, да? Видите, вы знаете куда? Сами проходите, если честно. Так, нам главное сюжет, вот и все. Что у нас тут книги? На полке детские книжки, иллюстрированные, энциклопедии, биографии великих людей, прочие образовательные материалы. Между книг находится керамическая статуэтка, изображающая какого-то демона, поедающего левую руку, обнаженного бесклавленного тела. Я помню, какие-то мы статуэтки находили в первой части. Выглядит страшно. Да, уж действительно пугает, но надо признать, что сделана она качественно. Франциска Гоя, Сатурна Деварандо, Шио, там что-то там. Если я не ошибаюсь, Сатурн пожирающий своего сына. В оригинале картина, а не скульптура. А ты, кажется, хорошо знаешь историю искусства. В своей школе ты, наверное, состоишь в художественном кружке. Нет, в драм-кружке. Впечатляет. И что означает, его впечатляет? Я уверен, что он сказал бы то же самое, ответя, что я хожу на баскетбол или играю на деревянном духовном инструменте. Но он проявил любезность просто вот и все. После этого мы погрузились в неудобную тихую паузу. Только сейчас я понял, что странно смотрю со стороны. Все-таки я никогда не был хорош в взаимодействии с людьми. Я не считаю, что нужно лишний раз улыбаться. Никогда не думал о том, чтобы соврать, даже если это посранит мою честь. Или оскорбить чьи-то чувства. Я слышал, что у таких кружков всегда полно дел. Это правда? Естественно, ведь у них много разных обязанностей. Подготовка сцены, костюмы, написание сценария. Майо, ответственная за все это. Я всего лишь один из актеров. О, круто. Я уверен, что такой типаж, как ты, часто задействован в главных ролях. Нет, на самом деле, и все же главное качество должно быть исполнение, а не внешние данные. А ты планируешь после школы заниматься актерским делом? Я хотел бы продолжить обучение за границей у какого-нибудь опытного актера. Даже коплю деньги и время от времени изучаю иностранный язык. Ого, ты действительно очень ответственный. Впечатляет, что ты в свои годы уже определился с будущим. Я благодарен их банальной реакции, но все же какой смысл так распыляться? Скорее всего, их вообще не волнует то, о чем я сейчас рассказал. Какой-то Мари Шиги вообще злой и вообще на всех людей думает, что все такие же, как он. Как вообще так получается, что я рассказал первым встречным о своих планах на будущее? Видимо, я веду себя слишком прагматичной. Что будем делать? Кроме этой статуэтки здесь, кажется, больше ничего нет. Точно, нужно вернуть учетный журнал. И правда, мы действительно больше не нуждаемся в этой вещи. Оставившая на полке статуэтка словно призвала меня. Достав скульптуру, я протянул ее Митсуки-сан, поскольку у нее самая большая сумка. Она озадаченно взглянула на меня, но все равно взяла предмет. Самая большая сумка, значит, неси тяжесть, да? Нормально, джентльмен. Вот такую вот статуэтку взяли. Я помню, в первой части мы какие-то статуэтки брали, но там я не помню, как они выглядели. Там две штуки надо было взять, чтобы открыть какую-то там дверь или что-то типа такого. На полке детские книжки, иллюстрированные энциклопедии, биографии великих людей и прочие образовательные материалы. Так, ну походу нам больше тут ничего не надо, да? На полке, ну все то же самое, в принципе, больше тут, наверное, ничего и не потребуется нам. Хотя, давайте все-таки осмотрим комнату получше. Да, тут ничего нет. Давайте возвратимся обратно. Вернем учительский журнал, непонятно почему сейчас в это место. Хотя надо было холл проверить в конце. Я, опять же, забываю, что я проверял, что я не проверял. У меня просто не получается сразу записать много серий по данной игре. Хочется, в принципе, пройти ее, да, посмотреть, что же будет дальше. Вам-то хорошо, вы смотрите просто и все. Вы наслаждаетесь этим. А я вот мучаюсь, пытаюсь понять, что да как. Моя задача доставить вам удовольствие. Так, и что, мы просто его положим? Смятая бумажка, на распечатке написано. Так, этот учетный журнал, наши воспоминания. Кстати, такого вроде бы раньше не было. Даже после того, как мы все перейдем в следующий класс, я обещаю заботиться об этом журнале. А не, а как его вернуть-то? Кто-то забрал мучу. Ну понятно, ну понятно. Как вернуть его? Куда его положить, что ли? Ничего не пойму. Как же его положить? Куда его вообще положить? Ничего не пойму. Так, верните учетный журнал. Хм, и все. Но... Так, вопрос состоит в том плане... Я что-то ничего не понимаю, может быть. Боже. Так, ну подождите, а куда же вот это ложить, если не туда? Книгохранилище? Или куда? Короче, друзья, я так понимаю. Ну, блин, я все облазил, я не знаю. Я попытаюсь сейчас вернуться в одно единственное место, куда я не смог раньше пройти. Вы помните, да? Бассейн, раздевалка. Мы там не были. И сейчас, мне кажется, что самое время туда пойти. Дальше по коридору очень темно. Мы слышали опять эти же... Все вот это то, что говорили. Но... Все равно пойти. Давайте попробуем этот вариант. Что будет? Без понятия. Эй, вам не кажется это странным? Мы движемся уже продолжительное время. Неужели здесь действительно такой длинный коридор? Нет, я уверен, что здесь происходит какая-то ерунда. С таким пройденным расстоянием мы давно бы уже должны были пройти запретилы школы. Может мы и сами того, не зная, повернули где-то? Здесь же ничего не видно. Такое не могло произойти не в таком узком коридоре. Если это волнует вас, тогда почему бы просто не развернуться? Верно. Верно. Идем обратно. И вот мы развернулись. И снова видим бесконечный коридор, погруженную в непроглядную тьму. Неужели мы прошли все это время в повторяющемся пространстве? Мне кажется, что мы застряли, друзья. Нет, тут явно что-то не так. Мы что, правда зашли так далеко, что не видим нашу зажженную свечку на таком расстоянии? Это же невозможно. Успокойся, Митсуки. Наверное, ее просто задуло. В любом случае, мы должны продолжать двигаться вперед к тому месту, откуда пришли. Как ты можешь оставаться таким спокойным, Моришиги Кун? Знаешь, мы, возможно, по... Страх нам точно не поможет. Давайте просто идти дальше. Моришиги Кун прав. Двигаться вперед это единственное рациональное решение. Да уж, я не знаю. Может мы сейчас и на Бэдэнд еще выйдем. Хотя... Смотрите, мы вроде возвращаемся. Или нет? Ох, ну наконец-то, мы все-таки вернулись. Действительно. Опа. Что такое? Блин, уронила. Ох, кусочек отломался. Это плохо, да? Какой кусочек? Конечно, плохо. Заброшено ли их здание или нет? Ты не имеешь права что-то ломать. Надулась. Ты подчиняешься правилам независимо от того, где ты находишься, да? Можно я гляну? А, конечно, но зачем? Мне кажется, что я что-то заметил внутри сломанной статуэтки. А, статуэтка выпала. О, ты прав. Что же там? Разве это не металлическая проволока для придания формы? Не похоже. Там есть что-то еще. Есть только один способ это узнать. Иногда самое простое решение наилучшее. Чтобы узнать, что находится внутри, мы должны воспользоваться этим методом. Он разломал ее, походу, дальше. А-а-а. Я со всей дури ударил статуэтку о пол, и она разлетелась на множестве маленьких кусочков. О, ключ. Среди осколков показался медный ключ. Я даже не думал, что в статуэтке может быть внутри ключ, но это странно. Он выглядит старым, но поскольку сделан из соответствующего материала, то на нем отсутствуют следы коррозии. Посмотрите, здесь есть пирка, начальная школа Тензин. Очевидно, что этот ключ подходит к чему-то в этом здании. Без сомнения, это важный предмет. Теперь, зная, что сумка Митсухи Сани самое надежное место для хранения, я положил находку в свой карман. Ну, надо было как бы эту статуэтку сразу себе в карман ложить, потому что или куда там, я не знаю. А теперь у нас есть такой вариант, надо, конечно, сохраниться, но у нас есть тут закрытые две комнаты. Давайте попробуем в одну из них попробовать сунуть ключ. Я не знаю, подойдет ли это к чему-либо, но, честно говоря, прошлая серия была длинная по геймплею. Я думаю, что это мы сделаем поразнообразнее, побольше разговоров. Вот не знаю почему, но разговоры что-то мне больше интересно слушать. Ну, то есть, немножко геймплея-разговоры, немножко геймплея-разговоры, а то как-то много геймплея получилось, я там просто бродил, не знал, что делать половина. Плотно заперто. Может, сюда подойдет ранее найденный ключ? Конечно, давайте попробуем. Ключ подошел, теперь дверь открыта. Так, отлично. И что же у нас тут будет? И ключ мы выбросили или нет, тоже непонятно. Опа, на. А вот по вот этой штучке я уже давным-давно соскучился. Это же рычаг, который какие-то там эти открывает. Механизм с рычагом. С этим, со струной. Это устройство какое-то странное. Что-то смутно напоминает кинопроектор, но это явно не он. Что там за звуки? Рычаг не шевелится. Похоже, он зажавел. Да, он заржавел, но, блин, там... А ну-ка. Там этот, его надо как-то посильнее, не? А ну-ка. Стройство какое-то смутно напоминает. Да, он его вообще... Не удается, да? Что-то довольно странное. Опа, спиртовая горелка. Похоже, что фитиль еще пригоден и метанол в наличии. Здесь отпечатки рук, кровавые отпечатки. Я не обратил внимания на Митсуке права. На спиртовой горелке есть кровавые отпечатки маленьких рук. По размеру, наоборот, вероятно, что они оставлены ребенком. Ну, или детьми. Не знаю, как вам, а мне эта горелка кажется жуткой. Еще один источник освещения. Хорошая находка. Это не то, что мы можем проигнорировать. Найти действительно что-то полезное в этом месте. Неимоверная удача. Ну, неужели хоть кто-то об этом понимает? Так, что же мы тут еще сможем сделать? Почему-то рычаг не двигается, хотя, честно говоря, я не знаю, для чего он нам нужен. Да, кинопроектор. А может быть, с этой горелкой получилось бы... Ой, получилось бы пойти... А, ну тут больше ничего нету, да? Да, ничего больше интересного нету. На доске мелом нарисована картинка. На ней изображена старшеклассница, которую переехали катком. За рулем машины сидит маленькая девочка и широко улыбается. Очень весело, я бы вам сказал. Но хреново то, что я опять не знаю, куда идти. И куда эту горелку вообще втыкать. Давайте попробуем в комнату охранника пойти. И вообще, вот вопрос у меня такой интересный созрел. Этот ключ, он что, к одной двери только подходит и все? Это было бы плохо, если это было бы так. Так. Дверь выглядит как декорация. А, ну тут декорация вообще на стене. Ну что, я не знаю, придется опять все комнаты обыскать. Потому что я уже опять забыл, что нам требуется делать. И нам придется лишь искать, искать, искать. Не знаю почему, но попытаемся сейчас пойти. Опять же, в бассейн или, как он там называется, раздевалка. И, может быть, со спиртовой горелкой хотят. Чем мы зажжем? По идее, должно быть. Здесь очень темно, лучше идти туда с источником света. Тогда давайте зажжем спиртовую горелку. О, я был прав. Зажечь горелку. Поставить. Ну, поставить смысла, наверное, нет. Давайте попробуем зажечь. Несомненно, горелка намного эффективнее свечки. Она ярче и будет светить дольше. Вот, у нас есть спички. Мы нашли их в музыкальном классе. А, ну да, и спички мы нашли. Помните, когда мы зажгли фитиль, весь коридор окрасился в теплое синее освещение. Непроглядная темнота начала просветляться. Не в силах противостоять такому сильному оппоненту. Может быть, мы хоть сейчас что-нибудь найдем. Хотя, кто его знает. Смотрите, теперь мы в раздевалку можем спокойно пройти, да? О! Но, какой смысл в том, что мы сюда пришли? Я, опять же, не понимаю. У нас, опять же, записка, которую мы читали. Про то, как-то девочка повесилась. А ну-ка. Мы убили бы это СССР. Я еще думаю, знаете, что нам надо делать. Но, сейчас попробуем. А помните, в одной из комнат какое-то пятно было. Может быть, туда тоже с горелкой подойти. Там что-то будет. Хотя, что-то может быть. Так, давай-давай-давай. Пропускаем. Девочка. Опа. Кто плачет? Это наша? Разложившийся труп. Да, это, походу, наша девочка. Плакала. Но, в принципе, я не вижу тут ничего вообще интересного. Давайте попробуем в бассейн. Может, там хоть что-то будет. Может быть, кто-то о чем-то поговорит. Да? Эми! Что такое? Урабе! Эй, Урабе, держись! Лежавшую на полу девушку, одетую в ту же униформу, что и Ямамото-сан, узнали оба моих компаньона. И Фукуро и Ямамото немедленно отвернулись к ней, пытаясь привести девушку к чувствам. Слава богу, ты жива. Ты в порядке, Урабе, не раненая? Ты знаешь, где остальные? Таука, Кизами, Кун, с ними все хорошо? Нет. Придя в сознание, школьница безумно закричала от страха, толкнула Ямамото-сан и побежала прочь. Что со всеми происходит тут? Митсуки, что с тобой? Урабе-сан? А ну и семьи, это же я, Митсуки Фукуро и тоже здесь. Нет, 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 убери от меня свои руки, мне нужно убегать, иначе он догонит меня. Она пешно начала мотать голову из стороны в сторону, осматривая местность, подобно молодому оленю, спасающемуся от хищника. Что такого могло произойти с ней? Как будто бы она полностью утонула в своей паранойи до такой степени, что даже не слышит и не видит своих друзей. Девушка сильно трясется, и даже несмотря на это, что она пролежала под холодным дождем, очевидно, что ей не только холодно, но и страшно. Эми, вы, вы все умрете, он убьет вас. И она просто убегает, походу. Эми, стой, небезопасно оставаться одной. Сейчас еще придется ее по дому, поэтому по школе все искать. Нужно догнать ее. Ну, йоу-мяю. Интересно, что же она увидела? Она, вероятно, была максимально близка к смерти, раз у нее такая реакция. Может, убийца где-то рядом? По идее, я должен пуститься вслед за ними, но в этом нет никакого смысла. Это не мои проблемы. Хотя они ведь согласились помочь мне найти Маю. Я тоже должен что-то сделать для них. Однако ситуация, кажется, вышла из-под контроля. Вероятно, я не должен вмешиваться. Я продолжу поиски Маю в одиночку. К тому же, для меня будет намного лучше. И мы возвращаемся опять вот в это место, в которое я говорил, что там что-то за стеклом было. Но этот чувак думает только о себе. Кто это? Ох, я скучал по тебе. Больше всего на свете. Скажи мне, где? Где же ты? Марыш, шаги мы играем. Маю. Это же голос Маю, я уверен в этом. Вот опять эти стекла. Маю, где ты? Маю, ответь мне, пожалуйста, Маю. И вот она опять убегает. Или что? Маю. Что же за бред? Нари? Смотри, здесь есть проход к другому зданию. Давай сходим туда. Может, на, она там? Нари, кто такая Нари? Я ученица среднеженской школы Мусайщигава, класса 1-6. Я Аматоя Нари. Вот первый раз я такую вижу. На, она так и называла свою подругу детства. На самом деле, ее зовут Агасавара На, на. Мы были вместе до тех пор, пока неожиданно не потерялись, блуждая в коридорах здания. Со мной остался еще один компаньон, но... Она не из тех, от кого я могла бы ждать помощи, мягко говоря. Чихая? Что за имя Чихая? Чихая, иди сюда. Подожди, Нари-чан, я больше не могу идти. Вот так всегда с ней. Я уже сбилась за счет, сколько раз она необоснованно жаловалась и ныла. Ее зовут Ямасе Чихая. Чихая, может быть, Чихая. А какая нету? Мы обе состоим в драм-кружке. Она постоянно на что-то жалуется. Привыкла полагаться на других людей. Настоящая ходячая драма. Я уверена, что если бы Нана была бы с нами, то она настояла бы сделать перерыв, чтобы Чихая отдохнула. Но я не Нана. Я не собираюсь возиться с ней. Тогда садись и отдыхай, я пойду без тебя. Нет. Но разве ты не сказала, что больше не хочешь идти? Могу. Господи, она ведет себя прямо как маленький ребенок. Думая о том, насколько она испорченный ребенок, я решила, что на свете нет никого более испорченного нее, чем Чихая. На самом деле, я не думала взаправду оставлять ее в одиночку. У нее нет никаких шансов выжить. Настолько она беспомощна. Так, хотя бы мы их увидим. Но мы видим сразу, в каких они униформах. И я так полагаю, что мы сейчас в разделении между зданиями школы. И вот в этом разделении была как раз первая концовка. То есть не первая, но концовки были с Юми и с другими вроде бы в первой части игры. Чихая. Блин, ты же знаешь, что это опасно. Здесь очень скользкая поверхность. Не надо гидаться на меня так. Но Гром... Она как ребенок, реально. У Громи нет ничего необычного. Ничего от него тебе не будет. Здесь есть куда более опасные вещи. Только вот как они сюда тоже попали. Наверное, опять же, посадчика, да? Тут не может никто по-другому попасть. Неужели ты дома и в школе так же прыгаешь на кого-то, когда гремит Гром? Нефига, сегодня голубые глаза какие-то. Ого, если Нана-чан рядом... Так, я значит ее заменитель? Нари-чан, ты обиделась на меня? Вовсе нет. Давай просто пойдем дальше. Я уверена, что ты бы предпочла довольствоваться реальной Наной, а не жалким заменителем вроде меня. Ого. Эй, ты не должна соглашаться с этим. Так, я не понимаю, к чему нам эту историю показывают. Ну, возможно, это что-то нам прояснит ситуацию, которая происходила ранее. Потому что мне кажется, что это ранее, ранее, ранее. И униформа, если вы заметите, я вот опять не помню. Вот ту девушку, которую мы нашли, которую разрубили потом напополам. Возможно, это вот эти ее подруги были. Хотя хреново, я не помню. А это здание, кажется, намного больше, чем предыдущее. Голова раскалывается. У меня то же самое. Теперь я понимаю, что значит, когда люди говорят про чувствительность к тяжелому воздуху. Думаю, здесь нельзя долго оставаться. Интересно, Нана Чан действительно здесь? В любом случае, все, что мы можем, это продолжить ее искать. Я уверена, что сейчас она тоже нас ищет. Рано или поздно мы должны встретиться. Долго мы будем ее искать, как ты думаешь? А что если Нана Чан уже... Опять эти мысли. Перестань думать об этом. Но... Только не плачь, ради бога. Ты же понимаешь, что мне тоже страшно. Я внушила себе, что мы обязательно найдем это в этом здании Нана. Чего бы нам этого не стоило. Другого выхода, то есть исхода, быть не может. И опять у нас дается, конечно же, управление, на котором я сохраняю данную нашу игрушечку. И... Подождите. Все прорегенерировало или что-то типа такого. Смотрите, как она выглядит. Интересно. Я не знаю, у нас как-то все поменялось, что ли. Ну давайте опять же будем все проверять. Я не знаю. Опять же все комнатки. Все эти. Мужской туалет забить досками, туда никак не попасть. Ну да, тот же самый туалет. И посмотрите, вообще совсем по-другому карта выглядит. А вы знаете, на что способна эта школа? В одно мгновение эта грязная смесь боли и мучений может свистить человека с ума. Конечно, знаем. Мы уже давным-давно все это знаем, потому что кто уже... Сколько уже людей не умирало, да? Так, пробуем идти в учительскую. Ну да, как всегда, в полу огромный провал, блокирующий путь. Вот не знаю почему, но в эту игру мне намного проще играть, чем в девушку в скорлупе, потому что, блин, как же там я пудрил себе мозги, когда там было очень много разговоров, которые были вообще не по теме, половина. Ну, она довольно была тоже крутой, но я так смотрю, что намного больше людям нравится корпус пати. Ну, конечно, это же корпус пати. Так, опять пеонино, рояль. А, что это? Прости, я нечаянно задела сумочкой клавиши фортепиано. Блин, я думал, она там жопой долбанула по нему. Блин, не пугай меня. А ну, можно еще раз? Старая фортепиано, кажется, все еще в рабочем состоянии. Я надеюсь, она играть не будет. Знаете, что самое страшное? Вот реально, когда в одной комнате заиграет фортепиано. То есть, вообще там никого не будет, она будет просто играть. Я мертв, последние дни жизни я присматривал за ней. Я не хотел, чтобы с ней что-то случилось. Как бы я хотел избавиться от страданий. Ведь она в итоге тоже умерла. Дура, 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 дура. Я хочу убить ее, не важно, что она уже мертва. Я убью ее, убью ее, убью, 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 убью. Верни мою жизнь. Походу, из-за кого-то кто-то умер. Ну, и попал. То есть, не попал, а стал призраком. Точнее, да? Так. Что же у нас на этом этажике? Сейчас будем проверять, конечно же. Все то же самое практически, но чуть-чуть отличается. Не сильно, но... Так, тут, походу, открыто. Ну, опять же, пол стоит просмотреть. Шангри-ла. Довольно интересная глава, но я думаю, за пару серий мы ее пройдем. Серии будут по часу. Так, ну тут опять же мольберты. Холст чист или мне просто так кажется. Виднеется слабое, почти незаметное пятно. Похоже на человеческую форму. Или может мне это настолько кажется из-за освещения. Вроде от кого-то я уже это слышал. Нет ничего, чтобы пригодилось. Нет ничего, чтобы пригодилось. А ну-ка. Весь холст от края до края очень реалистично разрисован мухами. Их тут тысячи. То есть, случайно пахома не было. Так. Не видно, что внутри шкафа стеклянные дверцы, как будто бы специально закрашены кровавым красным цветом. Подождите. Ну это бред. Значит, на стекле в осенний краска. Ну, типа кровь. А знаете, друзья, мне вот интересно. Если бы сюда в эту комнату посадили бы Пахома и Эпифанцева, что бы было? Наверное, тоже было бы. Тоже бы, наверное, мух нарисовал бы, да? Типа давай нарисуем. Ладно, что я такое рассказываю? Опа. Тоже провал. Провал? Что? Внезапно что-то блеснуло в мрачно-тылсковом коридоре. Что-то там блестит. Рядом ведь даже нет окон, из которых могла бы отразиться вспышкой молнии. Блин, что-то мне... Опа, подождите. Что-то мне сыкотно было. Я хотел сохраниться, но это... Какое-то устройство. Оно явно не из этого места, так как сильно контрастирует с остальными предметами. Конечно, эта вещь не самая новая, но она явно не из нашей эпохи. Не пойму, что это такое? Я не уверен, но это что-то вроде батарейка, но аккумулятор, ё-моё. Неужели кто-то пристащил это сюда для зарядки телефона или игровой приставки? Ну, конечно, в игровую приставку сейчас порубиться. На всякий случай возьмём её. Боюсь, что Чихая снова где-нибудь выронит свою сумочку, если я отдам аккумулятор ей на хранение. Поэтому я решила просто понести его в своих руках. Та-та-та-та-та-та. Давайте попробуем пройти сюда. Надо было сразу заходить. Чё я? Дверь в архиве не сдвигается. Как всегда. Это как всегда. Декоратив. Так, женский туалет сразу нажимаем. Если мы не войдём, в принципе, то перед этим что-то будет. Опять же, видите, удивительно, что она нашла что-то сама. Хотя, иногда надо на некоторых местах оставаться, чтобы, ну, то есть, по квадратикам, по этим дурацким ходить. Так, что у нас тут? Записка, которая ни о чём не предупреждает. Не похоже, что кабинки заняты, но ни одна из них не открывается, как будто бы они заперты изнутри. Так. В крайне застрял толстый локон волос. Если повернуть его, то создаётся звук, как будто бы кто-то задыхается. Ужасная вонь привлекла внимание огромного множества мелких жучков, которые превратили белую раковину в чёрную массу. Ну, идём дальше, в принципе. Чё мы делаем? Опять же, очень много геймплея в этой части, я так смотрю. А тут закрыто. То есть... А, не, всё нормально. Там какие-то стулья вроде бы были. А, ну... И чё, мы просто... Подождите. Мы просто сделали очень большой круг. И что нам... Подождите. А зачем же мы такой круг сделали? А ну, давайте попробуем на выход выйти. Ммм... Мне кажется, что я где-то что-то пропустил. Или нет? Странно, да? Так, вот эту голову мы, кстати, не проверяли. На верхней левой полочке насильственно втиснута разлагающаяся человеческая голова. Так, ну это мы знаем, знаем, знаем. Средняя школа... Фу, как противно. Эй, хватит же меня толкать. Чихая спряталась за мою спиной, словно пытаясь скрыться от вида отсечённой головы. Она непроизвольно подталкивала меня ближе к этой жути. Если она так не хочет смотреть туда, то почему бы просто не отвернуться? Зачем нужно так липнуть ко мне? Хуже всего то, что она выталкивала меня прямо к полке. От этого мне был открыт неприятный вид головы. Не говоря о том, что там что-то ползает. Там личинки. Боже, нет! Вот видишь, поэтому нужно быть более собранной. Ты серьёзно предполагала, что закрыв глаза, ты сможешь положиться на меня? Так, ну тут, я так понимаю, вообще ничего. Что-то я пропустил. Будем искать то, что я пропустил. Музыкальный класс. Ладно, сейчас посмотрим. И тут резко, кстати, пока я шёл, кто-то появился. На другой стороне провала лежит человек. Отсюда не видно, ранен ли он. Но он совершенно неподвижен. В тусклом свете трудно установить детали, но он не похож на ученика старшей школы. По крайней мере, он не в школьной униформе. Кто это? Для ученика он выглядит слишком взрослым. Кстати, если посмотреть на его одежду, это, походу, тот с камерой. Неужели он мёртв? Понятия не имею. Извините, что с вами? Тишина. Может, аккумулятор ему в голову бросить? Вы ранены? Всё ещё нет ответа. Может, нужно что-то кинуть, да? Нет, это явно плохая идея. Наричан, смотри, там на полу что-то лежит. Камера? Наверное, она принадлежит тому человеку. Это действительно оказалось видеокамера. Выглядит дорогостоящей. Да, мне кажется, стоит что-то сделать. Очевидно, что камера много раз использовалась. В некоторых местах она переклеена. Тем не менее, камера, кажется, всё ещё работает. Что случилось? Что в этот раз? Голова исчезла. Майо, где же ты можешь быть? Мы опять? Опять морядища переключились. Только начинаем какой-то интересный сюжет. Что-то развивается и бац, переключается всё. Чтобы вы просто на самом интересном месте. Выключаю, падлы. Майо, я уверен, что слышал твой голос совсем недавно. Ты должна быть рядом. Ты пела о том, что скучаешь обо мне? Всё ли с тобой в порядке? Может, ты ранена? Тебе страшно? Одиноко? Чёрт, Тагучи-сан, где тебя наносит? Прошло уже больше часа. Мы же договаривались, что обменяемся информацией после наших поисков. А вот Тагучи тот лежит, походу, там. Да. Опа. Там слева кто-то. Чёрт, чёрт. Почему всё так складывается? Ах, Майо. Меня волнует только... Меня волнует только ты, никто другой. Если бы я знал, что ты в безопасности, я бы был счастлив. Чего ты уставилась на меня? Приступив агрессии, я пнул тапочек, лежащий рядом со шкафчиками для обуви. Он попал прямо в лицо мертвой девочки. Ага. Что ты уселась в этом месте? Ты же мертва. Ты не достойна сидеть здесь, потому что ты безобразна. Что-то мне кажется, он зря это говорит. Что опять? Смотришь, считаешь меня странным? Кто тебе дал право осуждать других, чертова тухлятина? Я схватил её за челюсть и начал трясти из стороны в сторону. Когда я дотронулся до мёртвой плоти, я был поражён ощущением соприкосновения. Этот человек очень-очень холодный, словно я прикоснулся к статуе, но только у этой статуи есть кожа и мышцы. Что я творю? Неужели захожу с ума? Почему я выместил свою злость на этом трупе? Ага, приношу свои извинения. Только сейчас увидел, что у тебя вообще закрыты глаза. Поэтому ты никак не могла смотреть на меня. Ха-ха-ха-ха. Хм, что такое? Ты что, язык проглотила? Если бы я обратился вот так к тебе тогда, когда ты была жива, то я уверен, ты обиделась бы и дала мне пощёчину. Как прискорбно. Э-э, Кайда Ариса-сан. Соберись, Сакутара, если так продолжится и дальше, то я не найду Маю, этот труп несчастная жертва. Она ни в чём не виновата. Хочешь узнать ещё один секрет, Кайда-сан? Сейчас ты выглядишь не так уж плохо, но постепенно твоё тело будет гнить. Гнить день это дня. Твоя плоть гниёт превратится в жижу, твоя кожа начнёт растягиваться и слезать, а глазные яблоки проваливаются, словно сырые яйца. Ты будешь вонять хуже, чем самый грязный туалет. Каждую часть твоего тела, лицо, рот, внутренности, всё заполнится личинками. Но прежде чем это произойдёт... Да, давай сохраним твоё нынешнее состояние на фото. Опять он сфоткает. Я раскрыл свой телефон и включил режим камеры, чтобы запечатлеть невероятную по красоте Кайда-сан. Её покосившийся взгляд направлен в сторону, расположенного напротив неё нижнего угла комнаты. Выражение её лица контрастирует с ранами на теле. Она словно позирует для меня, как будто бы она специально ждала, чтобы я сфотографировал её. Ммм, какой прекрасный вид. Фото выйдет восхитительным. Да уж. Потрясающе. Ты когда-нибудь слышала о французском фильме «Андалузский пёс»? Твоё состояние напомнило мне о нём? Ещё одно фото. Ха-ха. Наверное, ты выглядишь даже более очаровательнее, чем при жизни. Ммм, да, я уверен в этом. Взять хотя бы лицо. Линия, образовавшаяся от окоченевших скул, выглядит, господи, прости, эротично. А эти порезы на запястьях. Я прикоснулся пальцем к одной из её ран, и когда протолкнул её глубже, то услышал влажный болотистый звук. Холодная, но я предполагаю, что кровь всё ещё может течь в ней, хотя очевидно, что процесс разложения уже в полном ходу. Я протолкнул палец ещё глубже в промежуток между мышцами, пока не наткнулся на что-то твёрдое. Ммм, похоже, что это кость. Вокруг костного мозга я ощущаю вязкий холод. Когда приблизил своё лицо к её лбу, я почувствовал смесь запахов от ухов, грязного пота и кожного сала. Он поехавший просто. В этом запертом месте нет возможности вымыть волосы, но она всё же нашла время и энергию заботиться о себе. Прелестно. И да, с запахом смерти и крови ты намного лучше. Намного лучше. Да уж. Вот такие пироги. Я... Что она меня нашла? Зачем я фотографирую трупы? В подобных ситуациях стресс является настоящим убийцей. Если то, что делаю множество, поможет мне справиться со стрессом, то, может быть, всё не так плохо. Да, это просто случайность. То, что произошло здесь, всего лишь недоразумение. Теперь я вспомнил, что Тагучи-сан тоже снимал на камеру трупы. Он сказал, что делает это для того, чтобы отправить рапорт о попавших в полицию. Мари Шики сейчас себя просто успокаивает. Уже прошло больше часа с нашей последней встречи. Думаю, стоит его поискать. Вполне возможно, что он встретился с Майейю и теперь сопровождает её в таком случае. Мне нет смысла стоять на месте и ждать. И у нас выход в другую сторону. И мы тоже, походу, да, находим? Среди темноты коридора я заметил человеческие фигуры. В этот раз живые. Кем мы играем? Ага, вот кем. Ну что, друзья, с вами был Bloodlinus. На этой серии мы подходим к концу. Я думаю, следующая будет последней. Именно в этой главе. В пятой. И если вы хотите дальше серии, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. С вами был Bloodlinus. Всем пока, удачи и не забывайте проверять YouTube, мой канал. Всем пока.